Подписывайтесь на Быстроновости, чтобы знать больше. В Киеве поднялась паника из-за ответных ударов защитников Донбасса по позициям ВСУ. Беспрецедентная мера открывать огонь в Донбассе, не согласовывая обстрелы с вышестоящим командованием, вводится украинским руководством в связи с периодическими эффективными ударами защитников Донбасса по боевым пунктам управления ВСУ. Об этом в эфире YouTube канала Скрыпин заявил киевский военный эксперт Тарас Чмут. Прямо сейчас комбригам было донесено, что ответственность тих, и когда надо, пожалуйста, даже приветствуется. Потому что мы видим системные нарушения последние месяцы, десятки пролетов дронов, под десяток разбитых тыловых пунктов управления уровня батальона, в том числе КП батальонов, чего не было много лет у нас. То есть, не точечные истории, а системная работа армии, ствольной артиллерии при корректировке с беспилотников, что максимально противоречит любым предыдущим договоренностям, процессом, отведением и так далее, заявил Чмут. Есть позиция главнокомандующего вооруженных сил о том, что на подобные действия должен быть максимально адекватный ответ, в том числе, превентивный, если это нужно. И это донесено военным в зоне операции объединенных сил, и в том числе новым командующим ООС. Это донесено и обществу через топовых блогеров, рассказал киевский эксперт. Стоит отметить, что недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отменил ключевую норму прошлогоднего соглашения с республиками Донбасса о режиме тишины. А именно, запрет на открытие ответного огня без согласования с командованием. Кроме того, во время интервью «Радио Свобода» он фактически признал использование в зоне военного конфликта закупленных у Турции ударных беспилотников «Байрактар». Между тем, бывший командующий внутренними войсками Украины, экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации генерал армии Александр Кихтенко считает, что попытка военного решения конфликта на Донбассе приведет к разгрому Украины. По его мнению, для урегулирования конфликта Киев должен пойти на уступки. Нужно оставить, пожалуй, только одну, красную линию, за которую не переходить. Это изменение в Конституции и создание отдельных республик в составе Донецкой области. Ну, я этого не вижу, я вижу только единую страну. Нужно идти на определенные уступки, возможно, большие, чем они могли быть в 2015 году. Потому что ситуация зашла уже намного дальше. Но можно сделать, сказал Кихтенко в эфире одного из украинских телеканалов. При этом он подчеркнул, что силового решения у конфликта нет. Военным путем это сделать невозможно, кто бы что ни говорил. Потому что, если какой-то горячей голове придет идея провести военную операцию, она завершится серьезным поражением. Потому что на сегодняшний день Украина не имеет таких возможностей в одиночку противостоять российской армии, отметил генерал. Напомним, Украина и НАТО не так давно провели стратегические учения «Объединенные усилия-2021», которые эксперты расценили как своеобразный ответ на российско-белорусские маневры Запад. В этой совместной тренировке ВСУ и сил Альянса были задействованы около 12,5 тысяч человек. Обозреватель РЕН-ТВ Алексей Селиванов заявил, что внимательно изучил оказавшийся в сети сценарий учений. По его словам, украинские военные выбрали не оборонительную, а наступательную стратегию. В частности, в их задачи входила отработка действий против недовольного и враждебного гражданского населения. При этом самым любопытным в этих маневрах являлось то, что они предусматривали попадание подразделений украинской армии в котлы. В частности, отрабатывался сценарий окружения с потерей командования, деморализации личного состава и дезертирством части бойцов. Селиванов подчеркнул, что Киев объективно оценивает возможности своих вооруженных сил. В случае войны часть военных дезертирует, а другая сдастся в плен. Он отметил, что главная задача ВСУ состоит в том, чтобы спровоцировать военный конфликт, а затем стать карательным органом, переложив тяжесть боевых действий на плечи западных партнеров. Кроме того, по мнению экспертов, Киев умышленно провоцирует обострение на фронте, чтобы добиться от Запада увеличения военной и финансовой помощи. США отработали скрытный удар по российской Арктике и Сибири десятками крылатых ракет. Во время проведения недавних учений военные США отработали скрытное нанесение ударов по российской территории крылатыми ракетами AGM-158B JASM-IR. Скрытности ударов удалось добиться благодаря тому, что пуски ракет осуществлялись не боевыми самолетами, а специально разработанными версиями транспортных летательных аппаратов, способными производить массовый пуск крылатых ракет большой дальности. Особую опасность для России ракеты AGM-158B JASM-IR представляют по причине того, что из-за своей дальности они вполне могут достигнуть ее территории в Арктике и даже Сибири. Известно о том, что самолет-носитель производит сброс специального контейнера с ракетами, которые впоследствии выпускаются по требующимся целям. Фактически это дает возможность США скрытно атаковать практически любые цели при минимальной угрозе для их самолета. Программа Rapid Dragon основана на использовании существующих самолетов в качестве грузовиков с оружием. Это в свою очередь предназначено для того, чтобы предложить способ увеличения количества доступных средств противостояния. Этот способ может оказаться полезным, если Соединенные Штаты окажутся в состоянии войны, например, с Китаем или Россией, сообщает издание Drive. На данный момент имеются сведения о том, что США планируют экспортировать не только сами ракеты AGM-158B JASM-IR, но и их самолеты-носители, что должно создать серьезные проблемы для России. Напомним, отставной генерал-майор ВВС США Рэнди Аленки недавно был назначен старшим советником Минобороны по вопросам безопасности в Арктике. Одновременно он будет курировать создание центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности арктических территорий. Ему предстоит взаимодействовать с партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам. Как сообщала Комсомольская правда, в 2014 году Рэнди Ки находился на Украине, где сведомо тогдашнего президента Петра Порошенко координировал совершенствование системы безопасности Украины. По данным издания, под руководством американского генерала 12 рабочих групп, созданных в аппарате Минобороны Украины, обсуждали широкий круг вопросов, от ситуации в военно-морских силах до войск специального назначения. В благосфере даже появлялись сообщения, что он приезжал к линии фронта в Донбассе и даже якобы был ранен, однако эта информация осталась без подтверждений. По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, назначение Рэнди Ки связано с тем, что американцы, оценив свои возможности в Арктике, пришли к выводу, что единственное, что они могут сейчас в короткой перспективе выставить в этом регионе, это ВВС, а чтобы ВВС работали эффективно, нужен опытный военачальник. Генерал Рэнди Ки выбран для того, чтобы сформировать на Аляске группировку боевой авиации, которая поддержит гипотетические военные операции в Арктике. Их уже сейчас планируют в Пентагоне. Ключевая ставка делается на самолеты F-35. Правда, у них есть ограничения по климатическим условиям Крайнего Севера. Думаю, основная задача этого генерала – сформировать авиационную группировку. А для реальных боевых операций найдут кого-нибудь помоложе, предположил военный эксперт. Факт, что Рэнди Ки консультировал украинскую армию во время боев в Донбассе в 2014 году, вполне мог повлиять на его назначение, полагает он. С точки зрения Пентагона, это некий русский опыт. Может быть, он и сам себя в этом отношении рекламировал в тот момент, когда шел поиск кандидатуры. А на Аляске Америка противостоит только России, а не Китаю, считает Леонков. В свою очередь доктор военных наук Константин Севков подчеркивает, что цель создания центра имени Теда Стивенса, который будет курировать Рэнди Ки, заключается в обеспечении всестороннего американского присутствия в данном регионе, подразумевающее вытеснение оттуда России. Американцы понимают, что чисто военным путем эту задачу не решить. Поэтому подошли к ней комплексно, пояснил он. Турецкие военные атаковали два российских вертолета на севере Сирии. С территории Турции по двум российским вертолетам, осуществлявшим патрулирование местности в сирийской провинции Хасака, были выпущены несколько ракет. Обстрел был произведен из приграничного турецко-сирийского района, когда российские военные попытались воспрепятствовать туркам атаковать территорию населенного пункта Аль-Дардара, расположенного к северу от города Тель-Тамр. По словам местных жителей, два российских вертолета атаковали странные объекты в небе над Аль-Дардаром, в четырех километрах к северу от населенного пункта. Между тем, источник в военном совете Тель-Тамра сообщил, что турецкие силы и лояльные им оппозиционные группировки обстреляли деревню артиллерийскими снарядами около трех часов дня. Он добавил, во время турецких бомбардировок два российских вертолета зависали над этим районом, прежде чем они были атакованы турецкими войсками. Источник указал, что ракеты побудили два вертолета использовать тепловые ловушки в качестве защитной меры, прежде чем изменить свой курс и вернуться к месту старта на станции Аль-Мабакер к северу от города. Наш сотрудник попытался связаться с российской базой для уточнения, однако военные отказались комментировать ситуацию, сообщает сирийское информационно-новостное агентство North Press Agency. Ресурсу Авиапро удалось выяснить, что российские вертолеты действительно были замечены над сирийской провинцией Хасака, а турецкие силы атаковали район Тель-Тамра, но подробности касательно атаки Турции на вертолеты ВКС России пока что отсутствуют. Агентство Аль-Арабия сообщает о том, что на севере Сирии был уничтожен российский военный вертолет, который осуществлял полет в зоне проведения турецкой военной операции «Оливковая ветвь», направленной против сирийских курдов. Турецкие войска нанесли удар по российскому вертолету, осуществлявшему полет в небе над провинцией Хасака, сказано в сообщении. При этом какие-либо иные подробности на этот счет не приводятся. А тем временем сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили неизвестный турецкий беспилотный летательный аппарат в районе Африна. Тип беспилотника не называется, но речь вполне возможно идет о дроне Bayraktar TB2, который может использоваться как для разведки, так и для нанесения ударов. На представленных фотографиях, опубликованных местными жителями, которые говорят о поражении турецкого БПЛА, можно увидеть момент его уничтожения. Судя по достаточно большому облаку дыма, речь не идет о небольшом беспилотнике. А с учетом того, что за несколько дней до этого там были замечены Bayraktar, вероятность того, что был уничтожен именно один из них, является весьма высокой. В то же время, пока никаких заявлений касательно уничтожения турецкого беспилотника в небе над Африном, нет ни со стороны сирийских, ни со стороны турецких военных. Учитывая же, что Анкара не согласовывает полеты своих беспилотников над Сирией с Москвой, очередной несогласованный полет ее дрона вполне мог быть прерван атакой средств ПВО. По мнению экспертов, фактически начавшийся штурм южной части провинции Идлиб указывает на то, что президенту Реджепу Таипу Эрдогану поставлено условие о бескомпромиссном отводе его войск с территории Арабской республики, поскольку в противном случае российская и сирийская армия в ближайшее время начнут штурм районов, контролируемых в настоящий момент турецкой армией. С начала месяца в Идлибе погибли уже как минимум трое турецких военнослужащих, которые могли попасть под удар сирийских курдов. По другим неофициальным сведениям, с начала месяца потери турецкой армии в этой провинции составляют не менее семи человек, не говоря о пострадавших. Причем часть потерь связана с зачисткой местности сирийскими и российскими военными. На данный момент Турция зажата в тиски, поскольку противостояние с Россией может вылиться для нее в колоссальные потери в Сирии, в то время как отвод турецкой армии из Идлиба значительно ослабит позиции Анкары в регионе. Российские бомбардировщики прорвались в зону военных учений ВСУ в Черном море. Пара фронтовых бомбардировщиков и, по меньшей мере, один самолет радиоэлектронной разведки ВКС России перепугали украинских военных своим неожиданным появлением в зоне проведения учений ВСУ. По данным украинской стороны, российские летчики проигнорировали факт закрытия воздушного пространства и создали серьезные помехи для работы украинских средств противовоздушной обороны, которые как раз осуществили отработку поражения целей над Черноморской акваторией. В районе проведения боевых стрельб в зенитных ракетных войск воздушных сил и войск ПВО в акватории Черного моря самолеты-разведчики РФ типа Ил-20 и Су-24МР грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений. Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты, сказано в сообщении командования ВВС Украины. Российская сторона не отреагировала на подобное заявление украинского военного командования. Вероятно, что реакции на этот счет и не будет, поскольку кроме обвинений Киев не предоставил каких-либо фактов и доказательств нарушения зоны учений самолетами ВКС. Тем не менее, даже если подобный инцидент и имел место, то закрытие зоны воздушного пространства является лишь условным предупреждением, подчеркивающим опасность для полетов. Между тем, после того, как Украина обвинила Россию в нарушении ее разведывательными самолетами закрытого воздушного пространства в западной части Черного моря, где осуществлялась отработка украинскими средствами ПВО поражения имитационных целей, стало известно, что российские военные не в первый раз сорвали учения Украины рядом с побережьем Крыма, заодно отработав нанесение ударов по кораблям НАТО в западной части Черного моря. В частности, имеется информация, что два российских фронтовых бомбардировщика действовали в зоне проведения украинских военных учений. А кроме того, вероятно, и отрабатывали нанесение ударов по двум боевым кораблям ВМС Испании, незадолго до этого вошедшим в данную акваторию. Канадская Люфтваффе, выполняющая силами «шестерки» своих истребителей СФ-18 в Румынии задачи по плану миссии НАТО «Эйр Полисин ин Ромэния», поднималась в воздух для сопровождения пары бомбардировщиков Су-24 Черноморского флота, выполнявших плановый полет в западной части Черного моря, сообщила телеграм-сообщество «Оперативная линия». Российская сторона пока что не сделала никаких заявлений на этот счет. Специалисты же обращают внимание на то, что этот полет выполнялся в международном воздушном пространстве, в связи с чем каких-либо претензий к Москве быть не может. Тем не менее, российская боевая авиация создала массу проблем украинским военным, которые были заняты проведением провокационных учений рядом с границами РФ. Кроме того, силами Черноморского флота был вытеснен из зоны проведения этих маневров боевой корабль ВМС Украины. А попытавшийся помочь ему патрульный катер был перехвачен. По данным представителя морского независимого профсоюза Украины Бориса Бабина, этот инцидент произошел во время учений «Объединенные усилия-2021». После этого в 10 часов ровно по киевскому времени в направлении закрытого района начал маневрировать российский пограничный сторожевой корабль «Изумруд», который проследовал на пересечении курса украинского патрульного катера «Славянск». Из-за высокой маневренности украинского катера типа «Айленд» корабли разошлись по корме на расстоянии одной мили. Отмечается, что российские корабли «Саратов» и «Изумруд» продолжили наблюдения за украинскими военными, оставаясь вблизи района учений, сообщает информагентство УНН. Впрочем, несмотря на достаточно громкие обвинения, Киев не представил никаких доказательств тому, что подобный инцидент вообще имел место. Официальных комментариев со стороны командования ВМС на этот счет также нет.